Родители детей, возможно заболевших сирозным менингитом в одном из рязанских пионерлагерей, опасаются показывать свои лица, ведь пока их дети лежат в инфекционном отделении 11-й больницы. Мой ребенок пробыл в лагере Озерной неделю. На восьмой день он мне позвонил, сообщил о плохом самочувствии. Также он сообщил врачу лагеря. Меры никакие приняты не были. Я ближе к вечеру поехала, его забрала, потому что самочувствие ухудшилось. Ну и в ночь мы вызвали скорую, попали в больницу. Каков диагноз? Диагноз – менингит. По словам родителей, первые случаи инфекционного заболевания произошли еще в конце второй смены. Ребенок Ирины Мурушкиной отдыхал как раз в это время. Ну так относиться к детям. Вообще мне звонил с ампедстанции, я им объяснила такую ситуацию, что ребенок мой заболел, вы там предупредите, потому что начинают принимать детей в третью смену. Они говорят, конечно, конечно, мы все скажем. Ну и вышло то, что детей приняли. Родители детей подозревают, что руководство лагеря скрыло факты заболеваний, потому что не хотело возвращать деньги за путевки. Я думаю, что они боялись, что родители начнут возвращать деньги. Поступили непорядочно в том плане, что случай первый был еще во второй смене, как потом выяснилось. Они это скрывали, родителям не сообщили. И каждому из родителей они говорят, что наш случай был первый. Непонятно, чем они руководствовались вообще. Почему, из-за чего они там ставят свои материальные какие-то интересы, высшие интересы здоровья детей. Непонятно. Мне кажется, такие люди не должны работать с детьми. Сейчас родители написали заявление в прокуратуру Спасского района. По изложенным в обращение фактам, прокуроры совместно с Роспотребнадзором начали проверку лагеря. В прокуратуру района в настоящее время организованной проводится проверка информации, изложенной в эфире телекомпании «Город», а также в поступивших в пятницу обращения гражданина заболевания ребенка спортивно-оздоровительным комплексом «Озерный». В настоящее время проверка не окончена. О результатах проверки будет сообщено дополнительно. Продолжение следует...